Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы, Меня все это так волнует, и ведь в этом мире я и ты. В избытке силы обновления, познавшие радость и любовь, В простом ты видишь все творение, и к жизни новой вновь готов. 26 июля, день Архангела Гавриила, назван честь собора святого Архангела Гавриила. Посол, принесший в город царское милостивое слово, принят бывает всеми гражданами того города с особой честью, и тем более должно почитать особым празднованием причастейшего посла небесного царя, величайшего князя ангельского, пришедшего ко всему роду человеческому, при многомилостивейшим словом, возвещающим вечное наше спасение. Так был утвержден праздник в этот день. Поспевает рожь и начинает клонить стебли к земле. Продолжалась жатва. Взрослые весь день были в поле. Радовались хорошей погоде и старались как можно скорее убрать урожай с полей. Приметы. Если сегодня теплая солнечная погода, осень будет длительной и мягкой. Холода придут не скоро. Если сегодня дождливый день, то зима будет с морозами и пургой. Грачи в стае собираются, дело идет к осени. Итак, мы с вами берем шпинат. Пучок просто мы берем, импровизируем. Пойдет пучок у нас. Не надо срезать вот эту помпушечку. Нет, 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 все будет отлично. Дальше что готовить сразу? Морковь или свеклу приготовим? Свеклу. И мы это сначала даем. Вот. Да, надо подальше отойти. Надо было фартуки активить. Без фартуков. Потому что это не совсем, наверное, правильно работать без фартуков. Хорошо. Следующий раз пучок. Если бы здесь было линмал, то он бы, наверное, делал намечения. Пучок, пучок, пучок. О, пошло дело. Ну такая... Пошло, пошло, пошло. И теперь паровинка. Попоминаю консистенция получает. Вот, 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 проезжает консистенция, это то, что надо. А у этого звуки напоминают газонокосилки? Газонокосилки. Действительно, может и напоминать. Так, еще раз, опаааа. И морковочки еще. Еще надо свеклу? Нет, свеклы не надо. Еще морковку. Последний раз у нас настройки. Ну, то есть, как бы на глазок, в принципе. Нет, дело в том, что здесь мы поступаем не на глазок. Должна быть определенная пропорция. А пропорция такая. У нас в три раза должно быть больше морковного сока. И по одной части свекольного и шпината. Тогда нормально. Если слишком много будет свекольного сока, он сильный по себе. Может быть, головокружение. И его неприятно пить. А так как мы сделали... Морковь, она же сладкая, поэтому, наверное, она... В качестве основы. В качестве основы она... Ну как? Ну, красиво. Очень красиво. Такой... Вот. Какой-то такой цвет, именно испанский такой. Вот что-то в нем, да? Терракотовый. Да, терракотовый. Не красный, не оранжевый. Ну, посмотрим, правильно я соблю пропорцию. Как будто краска разведена. Подавать его можно, конечно, и в пиалочках. Этот наш суп сырый, калевый. Но мы сделали в чашечках. Итак, Света, за ваше здоровье. Я пробую и говорю. За здоровье. На здоровье. На здоровье, ну как? Так, теперь ваше мнение. Да, очень вкусно, кстати. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok